Канцер Германии призвал российского президента учесть, что Украина никогда не будет поставлена на колени. По словам Олафа Шольца, для Киева возможен только справедливый мир. Об этом говорится в его видеообращении по ситуации на Украине в преддверии выборов в Европарламент. Канцер Германии Олаф Шольц записал видеообращение по поводу ситуации на Украине. Цитирую, для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого, сказал глава немецкого правительства в своем видеообращении. Шольц также заявил, что Украина никогда не будет поставлена на колени. И по его мнению, президенту России это необходимо учесть. Видеообращение канцлера опубликовано в соцсетях за день до голосования на выборах в Европарламент, которое пройдет в Германии в это воскресенье, комментирует научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Я не думаю, что канцлер Шольц рассчитывает на внимание со стороны российского президента. Позиции вполне понятны. Нет никаких оснований полагать, что позиция России может измениться, тем более так радикально, как это, по всей видимости, предполагается в обращении канцлера. Поэтому можно предположить, что у него несколько другие адресаты. Безусловно, это сама умецкая аудитория. В Германии существует определенная усталость от конфликта, которая, наверное, может со временем только усиливаться. И здесь Шольцу важно продемонстрировать неизменность своей позиции. Возможно, это также и сигнал к другим странам Запада, которые могут сомневаться в стабильности позиций Германии по украинскому вопросу. Ну, не будем забывать, что, в общем, популярность Мама Шольца в Германии не очень высока. Многие считают его слабым канцлером на фоне Ангела Мерки, канцлера Коля. Поэтому, наверное, вот такое заявление – это стремление еще раз показать свою силу и принципиальность своих позиций. Ну, а формат действительно оригинальный. Ну, я думаю, что это, в общем, скорее, наверное, творчество немецких политтехнологов, чем какое-то принципиальное решение самого канцлера Шольца. Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Куртунов. Олаф Шольц заявил, что на конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в середине июня, он попытается убедить представителей стран Азии, Африки и Южной Америки, чтобы они оказали влияние на Россию в целях скорейшего завершения конфликта на Украине. Россия и Китай в этой конференции не участвуют. Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что ФРГ может передать Украине четвертую систему Patriot. По сведениям агентства Bloomberg, она станет дополнением к третьей системе Patriot, которую Олаф Шольц в апреле пообещал предоставить Киеву. Но окончательное решение по четвертой системе еще не принято, отмечает агентство.